Наведение порядка и сезонные санитарные работы в Армавере обсудили в рамках Дня общественности. На территории муниципального образования с 18 мая проходит грейдирование агровийных дорог. Первым тяжелую технику принял Старостаничный сельский округ. В Заветном и на городских улицах работы начнутся на следующей неделе, а в Приреченском округе с 8 июня. В администрации заключены два контракта. Первый заключен 26 апреля на сумму более 3,5 миллионов рублей 2 и 4 мая. На сумму более 8,5 миллионов рублей. Подрядной организацией является производственная коммерческая фирма ДТК. Сроки проведения работ по грейдированию по первому контракту до 13 июля, по второму до 15 октября текущего года. В ходе заседания председатели ТОС обозначили особо проблемные участки и предложили скорректировать списки дорог, подлежащих ремонту. На территории 5-го ТОС самая большая, гравийная территория, дороги, куда не уходит ни поселок Лесхоз, ни Лесной. Подаю я план благоустройства на будущий год и эти улицы, они не включены. Попрошу на субботу организовать объезд по всем этим улицам, понять состояние улиц, ну и соответственно, чтобы могли планировать выполнение работы. Детские площадки сейчас также в зоне внимания коммунальных служб. Качели, скамейки и горки уже начали готовить к старту летнего сезона. Все работы должны завершить до 1 июня. В управлении в жилищно-коммунального хозяйства заключен муниципальный контракт до 2 марта текущего года с подрядной организацией «Альтгрупп» город Белореченск. На сегодняшний день подрядчик приступил к работам и произвел окраску ряда детских площадок в центральной части города, в скверах, парках, местах массового пребывания граждан. Кроме городских и парковых игровых зон, ремонт проводят и во дворах многоэтажных домов, если жители вовремя заказали эту услугу в управляющей компании или обратились к председателю ТСЖ или ЖСК. То, что стоит на территориях квартирных домов, это обязанность жителей, которые проживают на квартирных домах через управляющие компании. Этой весной обновлению подлежали и зеленые зоны. Ранее на двух участках Ефремовского сквера провели массовую обрезку старых деревьев. Сейчас заключен новый контракт с муниципальным предприятием «Озеленитель», которое продолжит опиловку и снос аварийных веток и насаждений. Эти работы включают в себя только спелоаварийных деревьев, ветви деревьев и самих деревьев, которые угрожают здоровью жизни граждан и их имуществу. И эти деревья должны произрастать либо на территории, которая закреплена за муниципалитетом, или является неразграниченной. Актив армавира и власть волнует санитарный порядок. В приоритете уборка мусора и покос сурной травы. Мониторинг состояния улиц проводится ежедневно, и после обращения квартальной он будет усилен на улице Чернышевского. Здесь неизвестные заполняют бункеры строительным мусором и старой мебелью. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации и телеканал А360 Армавир.